МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Веренность ТВ сегодня опять в поле. С нами гуляют наша ветеранша Веста, рабочая собака, и трое волков, вернее, волчат. Это ручные, ласкава и масяна. Вот, мы сейчас отдаляемся как можно дальше от... Вот, видите, в той стороне вышка. Ну, там деревня, короче, подальше от деревни отходим на всякие пожарные, потому что... Обязательно в лесу на кого-нибудь наткнешься постоянно? Гребников нету. Я вот сам грибник бывший, да, но теперь грибников просто не перевариваю. Почему? Потому что, когда ты идешь свободно в лесу, ходишь специально, не жалея ног, в такие турлы забираешься, где, ну, реально просто нам все... Жизни не должно быть. Обязательно встретишь этого очаровательного человека с ведерком. Вот. Он еще и при оружии, у него может и сак такой быть. Поэтому мы опять постараемся уйти как можно дальше. Хотя, сейчас еще не грибной сезон, но по лесу народ мотается. Вот. Что мы хотим сказать? Дело в чем, что... Вот сейчас как раз вот мы начнем их приучать держаться недалеко от нас, потому что еще с прошлой осени они начали охотиться. То есть, если мы идем по полю или по лесу, ну, в лесу чаще всего это попадает, по дорогам. Если они напали на свежий, горячий след, например, животного, то они просто берут этот след и пошли по следу. И тогда нам приходится ждать их. Вот. А они выгоняют на нас зверя. Но они думают, что охотятся, а мы типа того, его должны поймать. Вот. А наша задача, наоборот, отучить их от этого занятия. То есть, будут они далеко вместе с собакой уходить на охоту или нет. Вот. А в дальнейшем просто будем с собой носить мясо. То есть, попробуем им объяснить, что охотиться не надо. Добычу мы уже несем. Вот в этом плане. Ну, прикормка у нас, понятное дело, с собой. Это мы сейчас проверим. Так. Весто сидеть. Давай сидеть. Хорошо. Что-то дохленькое нашли. Так, ко мне. Масяна, ко мне. Иди сюда. Мася, сидеть. Сидеть, девочка. Молодец. Хорошо. Вот. Ручный ко мне. Ручный. Ко мне. А, это ласкуша пришла. Ручный. Так, сидеть. Ласкаво сидеть. Сидеть, 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 волки. Сидеть. Сидеть. Опа. Опа. Не. С волками этот вариант можно и в пятак получить. Между прочим, зубами. Причем там сидеть ручный. Ручный. Сидеть, я сказал. Ждать нельзя. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Да. По очереди, я сказал. Веста не очень хочет с ними общаться, потому что эти малолетки, они ее достали. Дай, дай им, Весточка, дай. О. Скажи, что это злой балабай. Вообще, для чего нам волки на прогулке? Вот. Для чего нам волки на прогулке? Мы покажем позже. То есть, это чтобы, если что, к нам близко подойти нельзя было. Вот. Это шутка, конечно. Но так вообще, в каждой шутке есть доля правды. Ай, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Молодцы. Ай, шкали, молодец. Ай, шкали, шкали, на. Мася, Мася, ко мне. Ой. Мася, не надо колбаса. Ручный. На. Ручный ко мне. Ручный ко мне. Иди, шкали. А сидеть, сидеть. Нет. Сидеть ручный. Молодец, на шкале. Во, бежи. Иди гуляй. Вы мне ее что, там, привязали, что ли? Нет. Закрепили. Удобно? Прикольно, слушай. Закрепили. Надеюсь, вы не на клей приклеили? Спасибо. 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 Молодцы, хорошо. Ай, моя девочка. Вот к папе пришла моя зая, моя ляля моя. Да, моя халу, ляля моя пришла, да. Пришли мои шалопоны. На, ко мне колбаску. Это вот место, на этом месте косули лежали. Вот три лежки лежат. И если внимательно посмотреть, то видно вот это вот, именно шерсть косули. Вот. Такая вот она штука. Они так ложатся и спят. Вон, еще Алешка лежит. Видно, стайка ложилась. Косуля сюда подошла. Вот. Мы всю дорогу шли. И у меня был здесь рюкзак, в котором висела лопата. И вот такая вот штука. Это ваниш 440. Ну, люди дали поразвлекаться, короче говоря. Сейчас я его врублю. Чик. Лопату, Никитос, в сторону. О, к грунту привыкли. И погнали. Все. Сейчас клад найдем. Клад найдем. И купим корову. Еще одну. Сейчас мы вам покажем одно место. Зато огромное гнездо. Явно свили не аисты. Но можно понаблюдать время от времени. Походиться, да посмотреть, кто же в нем гнездится. На самом деле интересно. У меня сейчас идет 1948 год. А в лесу я все равно остаюсь пацаном. Лет так на 12. Интересно. Забываешь про все. Про то, что ты обязан. То, что у тебя ответственность какая-то. Еще что-то, еще что-то. Просто в лесу погружаешься в отдельный мир, в котором ты не то, что отдыхаешь, а реально просто чувствуешь свободным себя. Волков что-то с Вестой давно уже нет. Надо к их позвать. Веста, ко мне. Двое волков. Трое. Молодцы. Где были? Как молодцы. Говнищи все в каком-то. Человеческом они очень. Нет, они человеческие. Или человеческие. Да, это человеческие. Вообще человеческие, да. Отойдите. Нет, вы видите. Ну, для нас, можно сказать, прогулка испорчена. Потому что в лесу стоит запах человеческого говнища до невозможности. Потому что Веста и трое волчат извалялись как только могли. Пришли все в говни. Ну, дышать нечем. На расстоянии 10-15 метров задыхаешься просто на все. Чучело какое-то выстрелось тут в лесу. Вот почему иной раз даже в лесу тесно становится. Охота забуриться куда-нибудь, я не знаю, на край света, где этого двухногого не встретишь. И вот там можно защищать все. Даже здесь в лесу, уйдя неизвестно на какое расстояние, и то. Говнище в лес. Я не знаю, как люди в городе живут. О, красавцы. И не подходите ко мне даже еще. Я не знаю, сейчас это говнецо подсохнет нормально. Это же кряба у тебя будет волшебным образом. Эта говно вся намазалась? Да? Вся. И веста красавица тоже. Ой, уйди отсюда, уйди, уйди, уйди по-хорошему. Сегодня команды ко мне точно не будет. Не, не будет. Поэтому полезно учить команду брысь отсюда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Блин, класс вообще! Опа! Рочный! Рочный! Ласкава! Молодец! Умница! Давай скорее! Давай, давай! Молодец! Хорошо! Ласкуша, давай! Давай! Ай, умница! Молодец! Давай! И палочку заодно перехватить. Я и палочку принесу вам. Вот такая я молодец, зайка! Ай, умница! Молодец! Молодец, ручный! Хорошо, молодец! Давай, давай, давай! Ручный! Хорошо! Молодец! Поплыл! Ай, умница! Молодец! Ой! Говно помыли! Тикай! Тикай! Дядя Дима, а что вы делаете? Волчонка вырезаю. А топором же легче. Как? Как ты говоришь? Топором же легче. Топором? Да нет, тут еще на пару недель осталось. Потихоньку. Тише едешь, дальше будешь. Кто понял, жизнь тут не спешит. Смотри, какой классный получается. А топор есть? Ну ладно. Дерево, кстати, очень плотное, что даже его и ножик плохо берет. Нет, это сделали не бобры, это сделал я. Вот, раз-то у меня ножик уже затупился, я не могу. Даже стругать. Как-то димка спотыкается вещи на лошади. Это не термитник. Это спотыкач конячий. Вон еще один такой. Когда на полном кату летишь, как спотыкнешься. Ну, минное поле для лошадей. Спотыкач конячий. Вот как они это делают, интересно. Ток-ток стоит. Пока мы ходили, кто-то спалил целое поле. Пахнет вкусно. Не, шучу, шучу. Ну что, походили, походили. Ничего не на ДТ-тере. Не нашли, короче, не накопали. Но нагулялись от души. Возвращаемся домой. Вот такая у нас прогулка была. Сейчас придем и будем драйвить наших волшебных ребят. Сами знаете, от чего. Спасибо доброму человеку. Собака, и только ты позволяешь себе целовать. А человеки нас почему-то за километр теперь обходят. Да, Веста, целуйся теперь. Ручный. А, ручный. Набегался. Ну все, молодец. Пойдем. Стаканчик домой берем. Пошли, берем домой, да. Дайте стаканчик ребенку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры подогнал «Симон»